Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Продолжаем рассматривать наследство, которое я получила от бабушки. Среди всего прочего была вот такая коробочка с нитками. Здесь, конечно, не все нитки, я все это разобрала. Здесь я оставила нитки, которые нужны для отделки верхней одежды. То есть, когда шьется пальто, и на пальто должна быть декоративная строчка, там, например, на карманах или где-то под крайной бачок отстрочен, это делается вот этими нитками. Они очень толстенькие такие по сравнению с нормальными. В основном это дорогие марки. Это у нас Гютерман и еще Аман Шварц. То есть, эти ниточки относятся к самым дорогим. Сейчас у нас, например, в магазине ткани, если я куплю вот такую катушку, даже не таких толстых ниточек, а обыкновенных, она стоит примерно 4 евро. Вот такая катушечка, вот маленькая. Посмотрите, сколько здесь много. И какие красивые цвета. Видите, как они блестят. Очень красивые. Обалдеть. Так, это были ниточки для отстрочки. Теперь я вам покажу... Ой, извините, огромный коробок. Ну, здесь не все бабушкины нитки. Вот бобины, которые высокие, это все бабушкины нитки. Которые низкие, тут частично бабушкины, частично мои. Кстати, посмотрите, пожалуйста, я купила, по-моему, в магазине Тедди или Кик. Нет, Тедди, по-моему. А вот надо посмотреть здесь. Да, это Тедди. В магазине Тедди стоит вот эта бобина 2 евро. Вот такие пестрые ниточки для оверлока. Я купила 4 штуки. Знаете, это смотрится так красиво на оверлочном шве. Обалденно. То есть, как бы подходит ко всему. Даже можно делать, например, трикотажные изделия в стиле Боха. Например, сшивать какие-то куски разные. Сделать там пончо или что-то еще. И вот швы делать наружу, как у меня было платье. Кстати, я его подарила дальше. Вот там швы были снаружи оверлочные. То есть, платье было сшито из больших кусков, раскроено так. И вот швы были наружу. Было очень красиво отделано все. И вот очень замечательно использовать вот такие ниточки для отделки таких швов. То есть, они пестрые, очень красивые. Вот посмотрите, сколько у меня теперь много ниток. Это, конечно, не все. Примерно еще половина вот таких нормальных бобин у меня есть. Ну, это я покупала сама. То есть, у меня вот эти ниточки и примерно еще половина этого количества. Они у меня там в другом месте, под машинкой, в специальном боксе. То есть, оверлочными бобинами я обеспечена на всю оставшуюся жизнь. Следующее, что было в наследстве, это вот такие бобины. Вы видите, у меня большой такой корп стоит с этими бобинами. Что это такое? Что это за ленточки? Это ленточки для того, чтобы укреплять проймы, например. Знаете, когда пришиваются рукава, это как бы стабилизатор. Вот их пришивают по пройме, чтобы она не растягивалась. Вот эти вот тоненькие ленточки. Также были вот такие толстенькие. Это своего рода кедр. Вы видите, сама лента плоская. И здесь как бы идет такое закругление, утолщение. Такой штучкой можно подшивать брюки, то есть внизу штанины. Либо использовать где-то еще. Но в основном вот все бобины, все ниточки или ленточки, они вот такие узенькие. Есть, наверное, немножко и пошире. Это тоже вшивается в швы, то есть чтобы боковые швы или какие-то швы еще не растягивались. Просто здесь много бобин разных цветов. Откуда я это знаю, девочки? Я распарывала несколько пальто, которые не так особо хорошие, чтобы их кому-то предложить. Но там очень хорошая шерсть. И вот когда я распорола пальто, я увидела, для чего были использованы вот эти ленточки. Они были на всех швах. То есть каждое изделие было простабилизировано. Также была коробочка со всякими мелочами. Среди них вот такой вот карандаш. Это Бюгель Мустерштифт. Этим карандашом можно рисовать рисунок для вышивки. И после стирки он смывается. То есть он становится невидным. Очень красиво, очень интересно. У меня такого карандаша еще не было. Вот теперь будет. Так, что у нас тут еще? Пакетики с крючками, пуговицы. Но самое интересное, знаете, мы обыскали все углы и не нашли пуговиц. Вот в разных коробочках везде было понемножку пуговиц. Но сын бабушки говорит, что где-то должны быть пуговицы. Потому что не может быть такого, чтобы портниха, швея без пуговиц. Ну, как сказала, пока мы нашли вот эти. Здесь вот, видите, это все перламутр пуговицы. Большие, маленькие. Ну, тут всякие разные пуговички. Есть одна пряжка. В ней отсутствуют два камушка, но их можно заменить без проблем. Вот такое яйцо. Это яйцо для штопки. То есть, когда вы штопаете носки, вы вставляете в носок, натягиваете на этом яйце и начинаете штопать. Вот такое деревянное. Тут у нас, по-моему, сандал, шайбочка. Это обычно вешается на вешалку, чтобы не заводилась моль. Так, ну и тут пуговички. Еще в коробочке был флизелин, который приглаживается утюгом. Была паутинка. Вот, видите, я не буду доставать, а то она раскручивается. Тут несколько бобинок вот с паутинкой. И были также вот такие ампулки пластиковые. Это для бисера, для разных камушков. Вот здесь, видите, есть... Это похоже на рубку, по-моему, что-то такое белое. Вот красный бисер. Такой желтый песочный какой-то бисер. Дальше опять паутинка, паутинка, паутинка. Все. Помимо всего прочего, затесались в швейные изделия вот такие вот шкатулочки деревянные. Видите? Ну, я так понимаю, это, наверное, было как-то задумано как сахарница, солоница или что-то такое, потому что есть еще такой же кувшинчик. А может быть, это и не от них. Хотя рисунок вроде как похожий. Вот, видите, внутри такая алюминиевая колбочка, чтобы пользоваться, так как все это сделано из дерева. Вот шкатулочки мне понравились. Я их помыла. Здесь видно, что был тонкий слой лака, и он облез. Я еще не занималась ими. Я хочу очистить этот старый лак и покрыть маслом. Маслом и затем воском. Ой! Вот так выглядит это. Видите? В самой шкатулке здесь, по-моему, это высшено. Да, это высшено, это не вырезано. И украшена шкатулочка медными и под бронзу элементами. Красиво. Вот видите? Вот такие штучки. Неожиданно, но тоже приятно. Я люблю такие деревянные штучки. И еще были большие куски гобелена. То есть это обивочная ткань для мебели. Гобеленовая ткань, но с ворсом. Знаете, как бархатный. Очень красиво. Я вам покажу поближе. Ребята, я постирала весь гобелен в машине. Знаете, он был такой какой-то плоский весь. А после стирки вот все стало выпуклым. Обалдеть! Это так красиво! Это нереально красиво. Вот обратная сторона. Обратная сторона относительно плоская. А лицевая сторона стала выпуклой. Вот такой кусочек. И вот такого у меня много. Вы посмотрите. Цветы стали рельефные. Я теперь подумаю сшить сумочки из этого гобелена. Очень красиво. Я хочу сшить и маленькие, и большие. Знаете, прям винтач. Винтач, винтач. Очень красивый гобелен. Еще было тоже большое количество ниточек обычных для швейных машин. Вот посмотрите. Все бобинки, которые выше. Это все от бабушки. То есть у меня везде тут, видите, высокие, низкие. Они у меня все в верхнем ящике стола. Вот видите, у меня полностью здесь только нитки. Но все, конечно, не умещаются. Поэтому вот эти вот блестящие, красивые у меня в коробочке. А верлочные у меня вообще в коробке. Ниточек тоже очень много. В основном все ниточки, которые я имела, ну, большинство, это еще нитки, которые привозила моя сноха из России. Она мне привезла целую сумку. Это было, ну, очень давно. И вот я до сих пор пользуюсь этими ниточками. Я рассортировала тут примерно по цветам. Вот видите. Обратите внимание, вот высокие бобинки. Это все от бабушки. Кстати, здесь вот есть две бобины. Одна такая сиреневая и одна голубая. Посмотрите, тонкие нитки. И, честно говоря, я не знаю, для чего они. Может, для отделки, для какой-то. Ну, вот такие. Видите, сколько цветов. И там сзади у меня, вот, ящик подвигается не до конца. Там у меня белые и черные нитки. А теперь я вам покажу обивочный материал. То есть это бархат. Вот такой пепел розы. Не знаю, на камере вижу, что он какой-то очень яркий. На самом деле он действительно такой пепел розы. И этот цвет подходит к цвету на втором гобелине. Вот цветочки. Видите? Вот на камере цвета не передаются так хорошо. Отличаются. На самом деле они очень похожи. Я думаю, что это комбинировалось. Я вам сделаю фотографию в конце видео в развернутом виде. Это полотно. Ну, а сейчас просто поближе тоже покажу. Вот смотрите, здесь такое бежевое поле. Это гобелен. А вот это вот, как бархат цветы. То есть бархатные цветы на гобелине. Обалдеть! Ребята, самое главное, я постирала и то, и другое в стиральной машине. А затем бросила в сушилку. Абсолютно ничего не произошло с ними. Единственное, вот на этом гобелине, вот посмотрите, кончики завернулись. Но это можно прогладить. А остальное, точно так же, как на другой ткани, цветы стали более выпуклые. Ну, я думаю, сама тканная ткань, или тканная ткань, можно так назвать, тканное полотно, наверное, чуть-чуть стянулось. И поэтому цветы стали такие выпуклые. То есть вид стал гораздо красивее. Так что надо пробовать. Я вот попробовала сначала на кусочки. Мне результат понравился. Поэтому я все отправила в стиральную машину, а затем в сушилку. Замечательно! Ну, по-моему, это все, что было от бабушки, если я не ошибаюсь. Все остальное, что было в мешках, помимо этого. Ну, все, что было не нужно, в принципе, я все это рассортировала, разобрала, выбросила. Ну, выбросила как? Я отвезла это в контейнер. То есть не в магазин для малоимущих, а в контейнер. Так как вещи были недостаточно хороши для того, чтобы отвозить их в магазин. То, что еще появится в ближайшее время, я вам тоже покажу. Потому что на выходные, начиная с пятницы, суббота-воскресенье, мы едем опять к друзьям. Нужно забрать машины. То есть швейные машины и оверлок. Их должны мы привезти с Францем. У него машина гораздо больше, у него БМВ. Такая, как корабль. Будем возить по одной машине. Ну и посмотрим, что там еще. Может быть, мы найдем, наконец-то, и пуговицы. Я надеюсь. Также я получу еще рулоны, огромные рулоны бумаги для выкроек. То есть, ну, такая коричневая бумага, на которой делаются выкроеки. По-моему, два рулона даже. В общем, все, что я получу еще, я вам покажу. Ну, а на сегодня это все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Я уже охрипла к концу. Заходите на следующее. Буду ждать. Ставьте, пожалуйста, лайки или дизлайки. Кому что нравится. Главное, не оставайтесь равнодушными. Лучший способ сказать блогеру спасибо – это поделиться его видео. Делитесь, пожалуйста. Я вам буду очень благодарна. Вы все знаете, что доход блогера зависит от просмотра рекламы его зрителями, от того, делитесь ли вы этими видео или нет. Если всего этого не происходит, то блогер работает впустую, и то есть он финансирует все из своего кармана. Поэтому, я надеюсь, вы не оставите меня в беде. Будете смотреть рекламу, не перепрыгивать ее и, конечно же, делиться видео. Обычно, обычно, видео выходит по понедельникам и пятницам сейчас. Раньше выходили еще в среду. Но так как я не очень успеваю, я, конечно, обязательно, в обязательном порядке буду выставлять пока видео понедельник-пятница. Но может быть такое, что и в другие дни выйдут еще видео. Поэтому, все, кто не подписался, подписывайтесь, пожалуйста. Нажимайте на колокольчик, и тогда вам будут приходить сообщения о том, что вышло новое видео. А вообще, видео выходит всегда в 8 утра по Берлину. По Москве это, наверное, 10 часов. Но я не уверена. Посмотрите сами в интернете разницу между Берлином и Москвой. В 8 утра по Берлину. Добро пожаловать на мой канал. Ну, а теперь точно все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok